В Люберцах по инициативе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой прошел семинар на тему профилактики суицидов в подростковом возрасте. Почему именно им особенно важна поддержка и понимание со стороны родителей, узнал Богдан Колесников. Мы все работаем над тем, чтобы наши дети были защищены, были обеспечены с точки зрения безопасности на самом высоком уровне. Нужно, конечно, быть всем очень внимательными для того, чтобы поймать вот этот самый тонкий, самый сложный, острый момент. В Подмосковье уделяют большое внимание профилактике суицидального поведения подростков. Но попытки покончить жизнью по-прежнему происходят. Только с начала года, по данному полномоченного по правам ребенка, в Московской области зафиксировано более 50 случаев. Из них 14 с летальным исходом. Завершенный суицид считается следственным комитетом, это когда они доказали, получили предсмертную записку или что-то еще. Я считаю, здесь все случаи, когда случайно девочка 12 лет глотает 85 таблеток и потом, значит, звонит кому-то и ее еле спасают. Я считаю случай, когда мальчик что-то принимает и выходит в окно с 13 этажа в 13 лет. Я считаю на всякий случай, потому что я не понимаю, что его толкает, значит, мы должны выяснить, что его толкает. Суицидальные мысли у подростков требуют особого внимания со стороны родителей. Суицид в детском возрасте – это мольба о помощи, которую никто не услышал. Не случайно более половины попыток самоубийства возникает на почве внутрисемейных конфликтов и непонимания. Они не обязательно, что-то с ними не так. С ними не так то, что они проходят. Это подростковый период. И вот эти попытки, резание рук, таблетки, звонки друзьям, маме, хотя бывают совсем чумовые случаи. Поругались, мама заставила убрать кровать, она вышла в окно, глоталась таблеткой. Это, по-моему, ваш случай вот здесь такой был, у Людерца. От того, как подросток чувствует себя в семье, в его жизни многое зависит. Когда дети ощущают присутствие и поддержку родителей, они начинают чувствовать собственную значимость. Конфликты окружающего мира теряют актуальность. И у них формируется прочный внутренний стержень – тыл. Мы хотим обратить как раз внимание взрослых, чтобы они, в свою очередь, обращали внимание на детей. Замечали изменения в поведении, которые сигнализировали бы нам о том, что ребенок зовет на помощь. Потому что попытка суицида – это зов о помощи, это крик о помощи, который мы почему-то не услышали и не заметили. Наша задача, наверное, самое главное – это чтобы наши дети получали наше внимание, и этих случаев было гораздо меньше. Семинары по вопросам профилактики подросткового суицида и устранения семейного неблагополучия будут продолжены. В Подмосковье проведут еще семь таких встреч.